друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife меня зовут александр будем сегодня рассматривать такую модель я уже выкладывал фотографии вконтакте в нашей группе вот такой вот шикарный дизайн у этого смартфона называется модель лтв x600 это новый смартфон недавно появился он в китае одна из самых обсуждаемых моделей в китае потому что дизайн конечно безупречный очень круто выполнен экран экран на первый взгляд вообще без рамок здесь металлическая окантовка но давайте обо всем по порядку давайте рассмотрим комплектацию и в какой коробке он приходит во первых приходит он вот с таким вот пластиковым бампером будет не лишним потому что смартфон сзади имеет вот такое вот покрытие которое может со временем царапаться приходит модель вот в такой коробке нас сзади написаны все технические характеристики кому интересно сделайте стоп и посмотрите в коробке есть интересные аксессуары выполнены они необычным образом мало того что сам дизайн смартфона такой что первый раз его берешь в руки и действительно просто говоришь вау потому что есть чему удивляться вот такая вот казалось бы на первый взгляд обычная книжечка с документацией имеет вот такую вот фишечку когда мы ее открываем у нас влазит она с двух сторон здесь есть скрепка для открывания симки и слота под симку ну и документация ну и комплектация в плане зарядки есть вот такие вот вот такой вот интересный бокс под usb кабель очень тяжело его потом привести в такое же состояние в такую заводскую намотку скажем так этот бокс крутится если нужно ну то есть ну по аксессуарам все очень круто сделано и нужно наверное для вас достать этот кабель так как есть особенность в плане кабеля которую нужно уточнить и про нее рассказать дело в том что данная модель имеет разъем usb не стандартный а а уже тайп си это значит что это новое поколение вот такой вот разъем я сразу же подумал что это что-то вот уникальное что это что-то касающиеся только этого смартфона а потом в интернете посмотрел это современный разъем поэтому в том плане что если вдруг у вас кабель перестанет нормально адекватно работать то я думаю вот такой вот с таким вот разъемом usb тайп си сможете без проблем найти себе кабель смартфон имеет шикарный дизайн шикарный внешний вид на первый взгляд полная полностью цельное стекло которое не имеет никаких разделений не сверху не снизу это таки есть и никаких рамок однако когда мы включаем смартфон дополняет к этому всему еще плюс такой темный интерфейс смартфон смотрится шикарно но потом когда мы включаем его мы видим что рамки действительно есть но в целом как бы по дизайну очень круто сделано сверху у нас 5 мегапиксельная камера разговорный динамик датчик приближения освещения снизу у нас три сенсорных кнопки которые подсвечиваются когда на них нажимаешь но на белом фоне это будет очень сложно заметить вот так вот не знаю даже видно или нет с этой грани у нас качелька громкости и такой переключатель в беззвучный режим как выполнено было у айфона сверху разъем под наушники и порт как благодаря которому мы сможем управлять там различные телевизоры этим смартфоном здесь кнопка включения выключения и разъем под карты памяти огромным достоинством этого смартфона является то что здесь эти сим-карт можно вставить 2 2 микро потому что ну как правило такие смартфоны уникальные с уникальным дизайном с мощной начинкой делаются к моему великому сожалению с одной симкой здесь это выполнено на нормальном уровне с пониманием ситуации две сим-карты поддерживает здесь юсб тайп-си это у нас получается динамик и микрофон сам смартфон имеет вот такую металлическую окантовку когда достаешь его из коробки эта контовка очень холодная в процессе боты смартфона нагревается но в целом тоже ощущение очень приятное сзади крышка во первых она у нас имеет вот такую вот закругленную форму толщина вот этой вот металлической вставочки около 5 миллиметров ну и толщина в самой широкой точке в районе 7 8 миллиметров 13 мегапиксельная камера от sony которая снимает шикарно как по мне второй микрофон летовый логотип какие-то надписи от производителя и двойная вспышка переходим непосредственно к самому смартфону давайте рассмотрим его технические характеристики в самом начале чтобы понимать что это за модель что за начинка с чем мы имеем дело во первых антуту тестер из истории у меня набирает 47 48 тысяч баллов это действительно крутой результат примерно такой же результат сейчас набирает asus Zenfone 2 тот который на процессоре intel atom z35-80 тот который четырехъядерный по 2 и 3 здесь у нас стоит mtk процессор mtk 6795 он восьмиядерный его частота по 2 гигагерца в этой модели 3 гига оперативки и всего лишь 16 гигов встроенной памяти full hd разрешение экрана android 5 0 13 мегапиксельная камера камера умеет записывать у нас видео формате 4 кей здесь написано у нас 8 фронталка десятиточечный мультитач и самое-самое различные датчики от г я проверить не смог потому что ну у меня я во первых даже не знаю если такие от и где переходники ну наверное есть у меня такого переходника по dtg не проверить не могу из датчиков есть gps который поддерживает глонос спутники компас акселерометры датчик приближения освещения различные там гироскопы вспышки все это есть смартфон в этом плане напичкан nfc в этом смартфоне нет переходим непосредственно к прошивке прошивка это то место в таких смартфонах в которых могут быть различные баги и в принципе в этом смартфоне что-то плюс-минус такое есть сама прошивка это android 5.0 интерфейс и юай принципе русский язык есть все на русском однако в некоторых менюшках в некоторых настройках есть некоторые надписи на английском их ну хватает их не то что там как бы мало но их хватает их достаточно но в принципе они не мешают пользоваться нормально смартфоном из тех багов по прошивке которые лично я нашел но это во-первых некое неудобство то что некоторые настройки некоторых функций смартфона вынесены вот вот такое вот в отдельное меню я долго не мог понять допустим как мне показать мои контакты sim-карты чтобы телефон их распознал нужно зайти в контакты и нужно нажать две галочки показать контакты на первой симки показать контакты на второй симки также я заметил вот такой вот баг что если 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 мы допустим зашли в стандартное меню смс и вот вот у меня есть смс ки различные там ттн ки и так далее я не могу на них зайти я могу зайти если я ввиду вот допустим вот так вот тогда я могу заходить в это меню решается эти все вопросы довольно таки легко это ведь android можно установить вот такие вот приложения которые будут без проблем работать и так далее и тому подобное поэтому в принципе здесь особых проблем нет но это не та модель которую купишь и вот у тебя будет ну все идеально нет нужно будет поставить какие-то различные программы с play маркета но поверьте она того стоит я в принципе один день проходил с этим телефоном все очень достойно все классно работает действительно смартфон очень очень классный кунг как по мне по моему мнению ладно идем дальше и так же вот здесь нет привычного статус бара сверху он вызывается в кнопочкой меню слева здесь есть выбор различных настроек всех можно обнулить оперативную память и так далее экран здесь 5 5 дюймов здесь шикарная матрица как по мне качество изображения отличное углы обзора хорошие по матрице есть настройки в меню экрана есть различные режимы воспроизведения цветовых гамм есть режим летовые есть различные другие режимы натуральный софт ну в общем мне нравится вот в режиме летовая касаемо звучания смартфона у него один динамик звук хороший звук хороший в наушниках звук хороший во время разговора по телефону микрофон динамик внешний звук тоже меня порадовал ну могу что-то загрузить включить проверить этот момент работает очень быстро круто ну то есть вообще без каких-либо нареканий классный звук касаемо производительности здесь в нового поколения 64-битный восьмиядерный mtk6795 это в принципе один из самых мощных смартфонов которые мне приходилось держать в руках 3 гига оперативки с играми никаких проблем нет асфальт 8 модерн комбат 5 нова 3 все отлично запускается ну давайте покажу вам модерн комбат в общем с производительностью абсолютно никаких проблем нет в смартфоне все работает отлично быстро и очень круто тестировал я также аккумулятор с таким мощным железом обязательно в обязательном порядке нужно тестировать аккумулятор который здесь на три тысячи миллиампер часов результаты у меня следующие во первых я тестировал естественно в режиме антитут тестер показал у меня пять тысяч шестьсот двадцать им баллов для сравнения просто для вас ой а сосен фон 2 показывает примерно такие же данные мэйзу м1 но показывает чуточку данные больше же и и с 3 показывает плюс-минус примерно такие данные режиме игры в режиме запуска эпик титадель у меня было три часа три минуты шикарный как по мне результат скорее всего играет роль включение в работу от процессора различных ядер это со ста процентов до 19 ну это хороший результат действительно если просто взять и играть в игру вот на далее я тестировал естественно gps с gps am тут все тоже супер даже несмотря на то что здесь 7 текей процессор поддерживает клона спутники очень много спутников ловит быстро это все вообще без проблем камера это то что у меня действительно порадовало во первых камера имеет у нас 13 мегапикселей матрицу от sony есть различные режимы съемки слоумо видео фото и панно фото получаются действительно качественными я сделал пару снимков для вас качество получается шикарная эти все фотки я вам выгружу посмотрите поклацаете это все зумирование ну то есть качество мне понравилось снимает нормально как в режиме при хорошей освещении так и при плохом принципе видео здесь идет запись формате 4 кей я когда записываю это видео я вижу на экране что качество просто шикарно и что действительно очень крутое качество изображения но я даже на компьютере у себя это видео запустить не могу потому что ну компьютером не не тянет вот это все звучание записывает тоже отличная но на youtube я выгружу это видео на youtube она загрузится однако я думаю многие тоже смогут посмотреть максимум в формате full hd вот такие вот нюансы по камере однозначно плюс где-то слышал что фронталка не особо да ну как бы фронталка на свои 5 мегапикселей отрабатывает отлично принципе все лет в x600 лет в ван x600 называя название полное этой модели какие я вижу минусы в этом смартфоне минусы в этом смартфоне я вижу такие что здесь всего лишь 16 гигов встроенной памяти вот я сейчас вам покажу у меня установлено три большущих игры нас наснимал я видео фото ну вот осталось у меня 4 гига то есть но для такого мощного крутого смартфона конечно хотелось бы как минимум 32 встроена минус я также вижу то что прошивка ну не идеально не получится этим смартфоном вот так вот как любым другим андроидом пользоваться из коробки много чего нужно выбрать много чего нужно наклацать в общем как бы смартфон для продвинутых таких юзеров можно так сказать в принципе все остальное шикарно все остальное хорошо экран производительность 3 гига оперативки камера дизайн шикарнейший просто но аналогов я не особо знал металлическая окантовка все круто посмотрел запчасти на эти модели такой экран можно заказать то есть это не то что вы его купили не дай бог уронили и все пиши пропала нет экраны есть стоимость районе 70 долларов за такой экран это норм это все адекватно абсолютно это не 150 долларов цена этого смартфона в районе цены asus азин фон 2 asus азин фон 2 который с четырьмя гигами то есть вот это его аналог по цене плюс-минус может быть чуточку-чуточку дешевле сейчас но цена в китае там в районе 275 280 долларов на эту а мы в принципе все как бы вот такой вот получился смартфон я однозначно советую здесь есть за что платить шикарный дизайн и минусов здесь не так много они есть но они если поискать они есть в любом гаджете эту модель можно купить в нашем интернет-магазине antelive.com и заходите к нам в группу подписывайтесь на мой канал ну и в принципе все спасибо за внимание всего доброго